Здравствуйте! В эфире Вести Хакасия. Я Елена Крылова. Итак, в этом выпуске. Градус растет только в платежках. В Сорске батареи до сих пор холодные. Не нашлось статьи в кодексе. Полицейские отказали в проверке по осквернению памятника жертвам фашизма. Школьники подвинулись. В Абакане мини-детсады открылись при школах. В воздухе нет превышения вредных веществ. Результаты анализа сегодня озвучили Министерство природы и Росприроднадзор. Тем не менее, прокуратура начала внеплановую проверку птицефабрики в Подсинем. Подозрения в том, что неприятный запах идет с ее стороны, остаются. Сегодня дышать уже легко. Вот как было накануне, расскажет Константин Кравцов. Закрыть поплотнее окно и не высовывать свой нос на улицу. Иначе рискуешь вдохнуть. Не то, что хотелось бы там стоит. Ну, очень неприятный запах. Похож он на какие-то поры канализации или биологических отходов. В общем, вдохнуть полной грудью сегодня смогли немногие абаканцы. Вообще сильно очень пахнет. Неприятно. Конечно. Да и не полной грудью. Просто идешь и сразу с машины вылазишь и сразу плохо. Это с утра так. Ну, мало приятного. Мы вообще-то не местные. Сегодня только к вам приехали. У нас посвежее запах. А чем пахнет? Куриным пометом. Разнюхивать, откуда ветер дует, долго не пришлось. Предполагаемый источник зловония – подсинская птицефабрика. Она уже давно имеет дурную славу. В селе резкий запах стоит практически постоянно. Однако до Абакана доходит редко. А значит, сегодня здесь, похоже, большой выброс. Специалисты Минприроды и сельхознадзора берут пробы воздуха в окрестностях предприятия. Мы сейчас будем мерить концентрацию аммиака, сероводорода, и тим, и метилмикаптана в воздухе. Какими будут результаты и насколько все вредно, станет известно в ближайшее время. Между тем, представители фабрики от каких-либо комментариев отказываются. В любом случае к делу, скорее всего, эксперты будут привлекать прокуратуру. Только люди в погонах могут провести экологов в эпицентр зловония. Нам еще будут добраться до источника и взять за меры непосредственно на источники выброса вот этих вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Тогда бы у нас полное понятие было. Но туда просто так не пускают? Ну, просто так мы зайти не можем. Не можем. В соответствии, вот здесь в личном законодательстве. Стоит отметить, претензии от надзорников птицефабрика получает не впервые. Буквально в августе она заработала штраф и предписание привести в порядок хранение отходов производства. И не исключено, нынешняя проверка обернет для предприятия новые расходы, которые и без того находятся сегодня в стадии банкротства. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Полицейские из Шушенского не будут искать тех, кто осквернил памятник жертвам фашизма в поселке. Напомню, в прошлых выпусках мы показывали фотографии социальной сети. На ней двое молодых людей залезли на памятник в Шушенском «Скорбящая мать». Фото подкреплено издевательскими подписями и шутливыми комментариями друзей. Попросили разобраться с этим нас наши телезрители. Информацию мы передали шушенским полицейским. А сегодня стражи порядка заявили, разбираться не с чем, ничего плохого в поступке нет. Они даже не стали разыскивать молодых людей. Якобы это не подходит ни под одну статью. Да и фото опубликовано, как говорят правоохранители, уже давно, поясняю, год назад. К слову, по статье о сквернении скульптурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, срок давности составляет 6 лет. Добавлю, фото до сих пор находится в свободном доступе в социальной сети ВКонтакте. В Белом Яре женщина обвиняет врачей в смерти своего супруга. Мужчина поступил к медикам с диагнозом «острая сердечная недостаточность», а спустя несколько дней умер, фактически задохнулся от отека горла. Супруга погибшего уверена, его можно было спасти. И, впрочем, сегодня это подтверждают и результаты судмедэкспертизы. Тему продолжит Анна Ахпашева. Я все это видела, все чувствовала. Но я не знала, что делать. Я кричала, помогите, пожалуйста, этому Ухарскому. Вы же знаете, что делать. Он говорит, да, знаем, надо подождать, надо подождать. Что было ждать? Даже спустя полгода Нина Михайловна поминутно помнит, как от бездействия врачей угасал ее муж. 20 апреля Михаилу Царегородцеву в день похорон его брата становится плохо сердцем. Поступил в больницу, начали лечение. Поначалу все шло хорошо. Аритмию сняли. Рассказывает, муж даже на свидание выходил во двор больницы сам. Но на третий день после очередного приема таблеток ему резко стало плохо. Страшная аллергическая реакция вызвала отек гортани. У них не оказалось кислорода. Медсестра побежала, какая-то санитарку послала в детское отделение, чтобы принесли вот этот, которые маленькие трубки вставляются в нос, чтобы поступал кислород. Ему принесли. И вот так вот дышал. Через раз уже задыхался головой трес. Кислород туда ему через нос-то немножко поступает, а выдохнуть он не может. Вы представляете? Агония 54-летнего мужчины длилась почти 7 часов. Только в самом конце на него обратили внимание и перевели в реанимацию. Но было уже поздно. То, что протянули именно врачи, подтвердило и вскрытие. В ходе доследственной проверки получены результаты экспертизы, согласно которым при своевременном проведении реанимационных мероприятий и правильном назначении препаратов мужчине удалось бы сохранить жизнь. Учитывая наличие в действиях медицинского персонала, осуществляющего лечение мужчины, признаков преступления, принято решение о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей. Впрочем, статистика не обнадеживает. В этом году по подобной статье было возбуждено одно уголовное дело, в прошлом году четыре. И ни в одном из случаев медики так и не услышали обвинительный приговор. Дела были прекращены либо в связи с примирением сторон, либо в связи с отсутствием состава преступления в действиях врачей. Если бы вина медиков была все-таки доказана, они могли бы провести за решеткой три года и были бы лишены права заниматься врачебной деятельностью. Лишиться сразу как минимум четырех врачей, это те, на кого написали заявление пострадавшие, вот чего сегодня опасаются в районной больнице. Главврач признала, по факту смерти пациента проводилась служебная проверка. Но до решения суда никаких комментариев. Мы каждым врачом дорожим, у нас переизбытков в кадрах нет, поэтому если какой-то врач уходит по различным причинам, а здесь речь идет о врачах достаточно важной специальности. Хирург, анестезиолог, терапевт, безусловно, настоящий дефицит в больницах. Но нужны ли такие врачи? У многих пациентов на этот счет свое мнение. Я думаю, просто их нужно гнать отсюда поганой метлой и все. Анна Ахпаш, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Судебные приставы Хакасии припроводили до пункта пограничного контроля. Аэропорта в Красноярске официально передали из рук в руки пограничникам 9 граждан Китая, которые проживали в республике нелегально. Депортированные были задержаны в теплицах Усть-Абаканского района. Срок временного пребывания в России у китайцев давно истек, однако добровольно ехать домой они не спешили. Разрешения на работу у гостей из Поднебесной также отсутствовали. В ближайшее время еще 11 нелегалов, в числе которых одна женщина, будут выдворены за пределы страны. Это граждане Узбекистана, Киргизстана и Китая. Практически все города и районы Хакасии отчитались о начале отопительного сезона. Внештатных ситуаций нет. Однако, как выяснилось, не все так гладко. К нам в редакцию обратились жители Сорска. Батареи в их домах едва теплые. Вот уже два месяца температуру в своих квартирах до нормы они поднимают самостоятельно. Из Сорска Ольга Стельмах. Начало отопительного сезона жители сразу нескольких многоэтажек Сорска почувствовали разве что обжигающими ценами за коммуналку. Расчетки им исправно несут, а тепла нет. На термометре 14 градусов. Вот каждый вечер я прихожу с работы, одеваю шланг, подставляю ведро и начинаю таскать. Грязь, грязь, грязь. По 15-20 ветра потаскаю, батареи нагреются. Спуск воды, постоянно включенные обогреватели, даже самодельные заслоны выставлены на порогах в каждую комнату. Десятки народных способов помогают не замерзнуть в благоустроенной квартире. Вот так постоянно ходим в тапочках, в теплых брюках, в свитерах. Некогда проблемная центральная котельная Сорска два года назад, после ЧП и капитального ремонта, обновлена. Сегодня за тепло, по полной, в том числе и в холодных домах, берет Хакрес водоканал. Оборудование котельной у нас работает в штатном режиме. Температуру выдаем, согласно графику. Значит, резервное оборудование готово. Каждую жалобу специалисты Хакрес водоканала проверяют. И по их словам, температура доходит до подъезда. Градусы теряются при распределении в самом доме и лишь по вине управляющей компании. Коммунальщики же говорить на камеру отказались. Но за кадром упорно открещивались. Мол, ответственность полностью на снабжающей организации. В администрации, правда, не в курсе ситуации. А значит, и по отчетам, отопительный сезон в Сорске проходит успешно. Ни одной заявки нету с верхней части города. Я буквально сегодня с утра смотрю, каждый день смотрю журнал. Ни одного звонка, ни одной жалобы нет. Температура 60 градусов на подаче у нас в администрации. То есть, соответственно, скотельная выходит 62-63 градуса, выходит скотельная. На улице плюс. Не вижу вообще, какие будут проблемы на самом деле. Те, кто устал бороться с управляющей компанией «Фитинг», а она одна на весь город, сегодня идут сразу в прокуратуру с официальными заявлениями и простой человеческой просьбой о помощи, пока температура за окном не опустилась до минус 40. Ольга Стельмах, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. 130 семей получили путевки в детский сад. Это стало предновогодним подарком для родителей и малышей. Шесть групп для дошкольного развития открылись на базе 2-й и 4-й школы Абакана. С финансовой точки зрения это не так затратно по сравнению со строительством нового учреждения. Дешевле как минимум в пять раз. Одно место обошлось примерно в 120 тысяч рублей. Всего на ремонт, мебель и оборудование ушло порядка 18 миллионов. Такой опыт в Абакане реализован впервые. Размещение в одном здании учеников и дошколят не будет мешать ни образованию, ни воспитанию. Как и прежде, у одних будут свои учителя, у других – воспитатели. Даже обеды готовить им будут разные повара. Сегодня представители республиканской и городской власти оценили новый подход к сокращению очереди в дошкольные учреждения. Очередь для этого микрорайона очень важна. Здесь, вот вы слышали, 90 человек в очереди, 65 уже сегодня имеют возможность отправить своих ребятишек в школу, в детский сад, тире. Это целый комплекс получился. Мне кажется, что судя по настроению и родителей, и радости ребятишек, и хорошему настроению педагогов, воспитателей, нам думается, что этот эксперимент можно продолжать. Будет ли продолжен этот эксперимент, пока неизвестно. Однако очередь в детские сады в столице республики остается внушительной. 5500 малышей. Мэр Абакана заверил, что в следующем году будет заложено еще три фундамента для дошкольных учреждений, а до конца текущего года в столице Хакасии запланировано открытие еще одного детского сада на 300 мест. И в завершении выпуска Грей, пес на лечение которого мы собирали деньги всей республикой, начал ходить. Сегодня активисты общества «Зоозабота» прислали нам видео из Красноярска. Пес на прогулке, он не просто ходит, даже бегает. Напомним, собаку подобрали защитники животных на улице в промзоне. Кто-то сломал дворняжки и обе задние лапы, а потом абаканские ветеринары во время операции допустили ошибку. У собаки началась гангрена. Наша программа помогла собрать деньги на лечение в Красноярске. Грей отлично перенес операции, сейчас идет на поправку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин